здравствуйте мои дорогие рукодельницы подписчицы и гости канала меня зовут елена и я рада вас приветствовать на канале мир рукоделий творчество вязание пряжи как-то мне подписчицы писали что хотят связать красивое летнее пальто и я нашла сегодня на просторах интернета я считаю на мой взгляд очень красивое летнее пальто с очень красивым эффектным узором который неплохо смотрится узор вяжется крючком несложно довольно таки просто и пальто смотрится на мой взгляд эффектно шикарно нарядно и привлекает к себе внимание и мне очень понравился узор и я нашла схему вязания и хочу с вами поделиться в этом мастер-классе видео уроком по вязанию узора будем вязать с 1 по 9 ряд я вам покажу весь процесс вязания узора также поделюсь в конце видео схемы вязание пальто которого вы видите на фото связано снизу вверх прямым полотном со спущенным рукавом также можно видоизменить модель и воспользоваться моим мастер-классом по вязанию узора связать очень красивые летние и не только жакет кардиган либо жилет для вязания пальто подойдет пряжа любая по составу это может быть и хлопок шерсть с акрилом акрил либо микрофибра здесь вот имеет значение конечно метраж пряжи чтобы узор смотрелся красиво вязать узор я буду из пряжи коко торговая марка vita cotton цвет пряжи 4307 пыльная роза это стопроцентный мерсеризованный хлопок 50 грамм 240 метров производитель рекомендует крючок номер два спицы номер один с половиной два я буду вязать узор крючком номер два название крючка clover soft touch страна производства японии вот по этой схеме схема будет прикреплена как всегда в конце видео пряжу я заказывала в интернет-магазине пряжа . онлайн недавно я вам показывал свой заказ пряжи которая получила для вязания будущих проектов и также показывать вам мастер-классы по вязанию узоров и делиться с вами новыми идеями пряжу для вязания я заказываю всегда в интернет-магазинах так как считаю что заказывать более выгодно и большой выбор пряжи разных производителей разные цвета которые могу посмотреть выбрать и заказать также есть в интернет-магазине пряжа . онлайн накипительные скидки и скидки при повторном заказе постоянным покупателям можно оформить заказ наложным платежом магазин привлекает меня тем что быстро формируются заказы и буквально на следующий день уже готовы к отправке я оформила заказ в период самоизоляции когда многие магазины перестали работать как всегда интернет-магазин пряжа . онлайн меня выручили и я смогла приобрести себе пряжу для новых проектов которые мы с вами будем вязать в ближайшее время на канале также хочу вам дать свои рекомендации и совет по выбору пряжи для вязания данной модели пальто жакета либо кардигана на мой взгляд пряжи подойдет метраж который составляет от 200 до 280 метров 50 грамм также для вязания летней модели прекрасно подойдет стопроцентный мерсеризованных хлопок например это как коко пряжа название пряжи от vita cotton либо мягкий хлопок тоже будет прекрасно смотреться но вещи связаны из мерсеризованного хлопка на мой взгляд они смотрятся более красивее эффектнее за счет того что пряжа она прошла эффект мерсеризации и дает вот такой вот блеск я надеюсь вы его видите камера передает и вязаные полотна получаются очень красивые и подача узора тоже шикарные и вы не знаете где заказать пряжу так как вы часто у меня спрашиваете где я заказываю пряжу то вот я делюсь с вами своими советами рекомендациями ссылочками ссылочка на интернет-магазин пряжи . онлайн я оставлю ее в описании под этим видео в инфобоксе и также в конечных заставках в конце видео я покажу вам оставлю ссылочку на видео где я снимала распаковку заказа ту пряжу которую я выбираю для вязания летних вещей интернет-магазин пряжа . онлайн доставляет товары по всей россии и также можно заказать доставку почтой либо транспортными компаниями и есть у них очень интересные предложения скидки акции и разные различные бонусы например если при заказе вы оплачиваете и вносите предоплату вам предоставляется скидка 10 процентов от цены товара вне зависимости от суммы заказа а также есть в магазине бонусная программа с каждого заказа на сайте вам начисляется два процента бонусов их можно использовать для уменьшения суммы последующих заказов и еще можно по всем вопросам обращаться оформив и заказать звонок который номер телефона указан на сайте вы заказывайте звонок и вам менеджер перезванивает и отвечает на ваши все интересующие вопросы здесь очень налажено быстро и прямая связь с магазином если вы являетесь зрителем моего канала и еще не подписаны на мой канал то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения я думаю вам на моем канале будет интересно так как я практически каждый день готовлю для вас интересную полезную информацию также обучающие видео уроки по вязанию и мы в компании рукоденец вяжем совместные проекты мастер-классы я опубликую на канале в промежуток времени 16 00 до 17 00 по московскому времени жду вас гости каждый день заходите смотрите что у меня нового появилась я всегда вам рада благодарю что подписывайтесь на мой канал и проявляете интерес к моему творчеству я очень рада что на моем канале вам интересно и вы смотрите все мои видео узор которым связано пальто можно вязать прямыми и обратными рядами а также по кругу и данную модель пальто жакета кардигана можно связать регланом сверху вниз единственное что он узор будет перевернутый и я думаю что тоже будет неплохо смотреться у меня как раз имеется пряжа в достаточном количестве для того чтобы связать жакет мы уже с вами вязали мне на канале жакет незабудка можете посмотреть очень неплохо по получилось и вот здесь у меня хватит здесь количество 10 мотков по 50 грамм упаковка 500 грамм пряжи должно хватить тоже на жакет связаны вот этим узором можно попробовать связать или же все таки заказать пряжу допустим две упаковки 15 мотков и попробовать связать удлиненный летний кардиган это надо мне приобрести еще пряжи так как вот этой упаковке не однозначно не хватит для того чтобы связать удлиненный кардиган нужно где-то мотков скорее всего до 15 я думаю должно хватить на мой размер 48 50 сейчас пока у меня не получится связать я бы с радостью я уже присмотрелась к данной модели не получилось связать так как у меня недостаточно количество пряжи есть наличие всего лишь 10 мотков а и мне не хватит мне только хватит на жакет сейчас давайте с вами приступим к вязанию я набираю для образца 33 воздушных петельки раппорт данного узора составляет 16 воздушных петель вот здесь вот скобочками обозначено начало раппорта и окончание раппорта в процессе вязания я вам покажу каким образом распределяются петли раппорта вязать мы будем с вами с 1 по 9 ряд высота раппорта 8 рядов со 2 по 9 ряд раппорт повторяется то есть закончили 9 ряд перематывайте видео на начало вязание второго ряда и продолжаете снова вязать до 9 ряда и так далее узор можно связать прямыми обратными рядами и по кругу я буду показывать как вяжется узор прямыми и обратными рядами приступаем к вязанию легких нам петелек набрала цепочку из 33 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда 1 2 3 петельки подъема пропускаю 1 2 3 4 петельки цепочки и в основании 5 петельки провязываю первый столбик с одним накидом в основании 6 петельки цепочки провязываю второй столбик с одним накидом и в основании 7 петельки цепочки провязываю третий столбик с одним накидом с учетом петелек подъема у нас связано 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 4 петельки цепочки в основании 5 петельки вяжем веерок веерок у нас состоит из двух столбиков с одним накидом все столбики мы вяжем в пятую петельку цепочки 1 воздушная петелька и в эту же петельку 5 провязываем еще два столбика с одним накидом это будет 3 и 4 2 воздушных петельки пропускаю 4 петельки цепочки 1 2 3 4 в основании 5 провязываю 1 столбик с одним накидом далее в каждую петельку цепочки провязываем еще 6 столбиков с одним накидом всего должно получиться 7 столбиков с накидом я продолжаю счет один столбик следующую петельку цепочки провязываю второй столбик с одним накидом следующую петельку 3 следующую петельку 4 следующую петельку 5 следующую петельку цепочки 6 и следующую петельку цепочки 7 столбик с одним накидом всего связали 1 2 3 4 5 6 7 7 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки 1 2 пропускаю 1 2 3 4 4 петельки цепочки в пятую петельку провязываем веерок веерок у нас вяжется 2 столбика с одним накидом в основании 5 петельки цепочки 1 воздушная петелька и в эту же петельку 5 провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 петельки цепочки и в основании 5 провязываем 1 столбик с одним накидом далее в каждую петельку цепочки провязываем еще три столбика с одним накидом всего должно быть 4 столбика с одним накидом вот мне связано 12 в следующую петельку вы провязываю 3 и следующую петельку 4 столбик с одним накидом все связали с вами первый ряд узора давайте с вами распределим рапорты то есть начало рапорта у нас это будет петелька в которую мы с вами связали вот эту ракушечку из 4 столбиков с одним накидом это начало рапорта а значит ширина рапорта у нас 16 воздушных петель и заканчивается у нас один рапорт это петелька перед вот этой ракушечкой всего значит у нас элемент узора 1 рапорта состоит из ракушечки 2 воздушных петельки входит в рапорт далее входит в рапорт 7 столбиков с одним накидом и входит в рапорт 2 вот этих воздушных петельки всего рапорт составляет и состоит из 16 петель давайте я в маркерами сразу же покажу очень часто в комментариях под видео когда я показываю мастер-класс вязание узора меня спрашивают как высчитать количество петель для того чтобы начать вязание вот я маркерами установила начало рапорта и окончание окончания то у нас будет первое петь то петелька перед вот петелька где мы приступили к вязанию ракушечки то есть вот здесь 16 петель маркерами я закрепила посмотрите это от одного до другого маркера мы вот этот рапорт элемент узора повторяем каждый раз повторяем и количество петель у нас должно быть кратным 16 вяжем по кругу узор повторяя все время рапорт как вязать прямыми обратными рядами я сейчас вам покажу в этом видео уроке мастер-классе обращаю ваше внимание что можно узор связать выпуклый выпуклыми и вогнутыми столбиками чтобы более эффект такой был объема создал создание объема но вот пальто которое вы видите на фото он связан она связана обычными столбиками с накидами давайте приступим с вами к вязанию 2 ряда 3 воздушных петельки подъема 1 2 3 разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика это 2 по счету провязываю 1 столбик с одним накидом далее вершину 3 и 4 я провязываю по одному полустолбику с одним накидом 3 петельки на крючке соединяю их вместе при помощи рабочей нити в одну две воздушных петельки в арочку веерочка где у нас было связано 1 воздушная петелька провязываю три столбика с одним накидом 1 2 3 1 воздушная петелька в эту же вершину веерочка провязываю еще три столбика с одним накидом получается 4 5 и 6 по счету 2 воздушных петельки и теперь мы 1 1 2 столбик провязываем с общей вершиной для этого мы провязываем вершину 1 столбика 1 полустолбик с одним накидом вершину 2 столбика провязываем 1 полустолбик с одним накидом и соединяем вот эти три петельки на крючке мы провязали два столбика с общей вершины вершину 3 4 5 так вот провязан по одному столбику с одним накидом это вершину 3 вершину 4 провязываем второй столбик с одним накидом вершину 5 столбика провязываем 3 столбик с одним накидом 6 и 7 стол 6 7 столбик мы провязываем по одному полустолбику с одним накидом с общей вершины вот этих у нас два столбика мы их свяжем сейчас с общей вершины все провязали 2 воздушных петельки вершину верочка провязываем веерок 3 столбика с одним накидом с общим основанием основание это вершина верочка 1 воздушная петелька и в эту же вершину верочка провязываем еще три столбика с одним накидом всего мы связали 6 столбиков с одним накидом не заканчиваем вязать ряд 2 воздушных петельки вершину 1 и 2 столбика мы провязываем по одному полустолбику с общей вершиной 3 петельки на крючке и соединяю вершину 3 столбика провязываю один столбик с одним накидом в третью петельку подъема провязываю один столбик с одним накидом все довязали до конца второй ряд и вот что у получилось приступаем к вязанию 3 ряда 3 петельки подъема 1 2 3 разворачивай за не на другую сторону и вершины 2 столбика я провязываю один полустолбик с одним накидом вершину соединения двух столбиков которые мы вязали вместе с общей вершиной провязываю еще один полустолбик с одним накидом соединяю 3 петельки на крючке вместе 2 воздушных петельки 1 2 вершину 2 столбика провязываем веерочек из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька в эту же вершину вершину 2 столбика предыдущего ряда провязываем еще два столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и опять же вот в этом фрагменте где у нас второй столбик с одним накидом либо 5 как вам удобно вот вершину 5 давайте мы провяжем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 5 столбика провязываем еще два столбика с одним накидом это будет у нас 3 и 4 2 воздушных петель вершину вот этих столбиков которые мы вязали вместе провязываем 1 полустолбик с одним накидом вершину вот здесь получается следующего столбика провязываем 1 полустолбик с одним накидом соединяем 3 петельки вместе связали два столбика с общей вершиной следующий столбик мы провязываем 1 столбик с одним накидом и здесь у нас остается еще два столбика вот в эти вершины мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом то есть мы эти столбики вяжем с общей вершиной 2 воздушных петельки вершину 2 столбика провязываю веерочек веерок у нас состоит из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 2 столбика с одним накидом провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька здесь у нас будет вершину 2 столбика либо это у нас считать если весь веерок это вершина 5 столбика вот в эту вершину мы вяжем веерок два столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 5 столбика мы провязываем еще два столбика с одним накидом 2 воздушные петельки вершину двух столбиков которые мы взяли вместе мы провязываем 1 полустолбик с одним накидом вершину следующего столбика провязываем 2 полустолбик с одним накидом и соединяем 3 петельки в одну при помощи рабочей нити у нас связаны 2 столбика с общей вершиной в третью петельку подъема в основании петельки провязываем 1 столбик с одним накидом все связались с вами три ряда узора приступаем к вязанию 4 ряда 3 петельки подъем 1 2 3 и 2 петельки соединительные то у нас элемент узора разворачиваемся не на другую сторону вершину веерочка провязываем точно такой же веерок состоящий из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину верочка провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 1 воздушная петелька и вершину верочка провязываем веерок из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину верочка провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушные петли 1 2 здесь вот у нас в центральный столбик который находится по середине провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки вершину верочка провязываю 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину веерочка провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька следующую вершину верочка провязываем веерок из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину веерочка провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки в третью петельку подъема 1 2 3 в основании провязываем 1 столбик с одним накидом все довязали до конца это у нас четвертый ряд узора как я говорил в начале вязания схему я вижу обычными столбиками с одним накидом также вы если будете вязать по схеме строго по схеме то вот этот элемент узора его можно связать из вогнутых и выпуклых столбиков и у вас вот этот элемент он будет более такой объемный выпуклый так мы вяжем образец для пальто кардиган и жакета вот я вам показываю вариант узора которым связано пальто на главном фото приступаем к вязанию 5 ряда 3 воздушных петельки разворачивай на другую сторону и вот вершину вот этого столбика с одним накидом привязываем 2 столбика с одним накидом с учетом 3 петель подъема мы связали 3 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки в арочку веерочка где у нас была провязана одна воздушная петелька в эту арочку провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 3 и 4 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом парочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 4 столбик с одним накидом вершину 1 столбика провязываем 5 столбик с одним накидом вершину 2 провязываем 6 столбик с одним накидом и парочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 7 столбик с одним накидом все связали 7 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываем веерок 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки парочку цепочки вот этого первого веерочка из 1 воздушной петельки провязываем 1 столбик с одним накидом 1 вершину получается вот 1 2 3 3 столбика провязываем второй столбик с одним накидом вершину 4 провязываем 3 столбик с одним накидом парочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 4 столбик с одним накидом вершину 1 столбика провязываем 5 столбик вершину 2 6 столбик и в арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 7 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и в третью петельку подъема 1 2 3 в основании петельки вяжем 3 столбика с одним накидом все три столбика вяжутся с общим основанием то есть третью петельку подъема все связали мы с вами это у нас пятый ряд по счету и приступаем к вязанию шестого ряда набираем цепочку из трех воздушных петелек это может быть три петельки подъема вершину вот этого первого столбика я провязываю 3 столбика с одним накидом с общим основанием основание у этих всех столбиков первый столбик с одним накидом предыдущего ряда 2 воздушных петельки теперь мы первый и второй столбик вершиной вот этих столбиков провязываем по одному полустолбику с одним накидом с общей вершиной 3 петельки на крючке соединяем вместе вершину третьего столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом вершину 4 провязываем второй столбик с одним накидом вершину 5 столбика провязываем 3 столбик с одним накидом а в вершину 6 и 7 столбиков с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем по одному полустолбику с одним накидом но с общей вершиной то есть мы получаются вот этих крайних два столбика слева провязываем вместе с общей вершиной провязали 2 воздушных петельки вершину веерочка там где у нас было связано 1 воздушная петелька провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 1 воздушная петелька и в эту же вершину провязываем еще 3 столбика с одним накидом это будет у нас по счету 4 5 и 6 всего связали 6 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки вершины 1 и 2 столбика провязываем по одному полустолбику с одним накидом с общей вершиной далее мы еще вот в эти три столбика провязываем по одному столбику с одним накидом в каждую вершину я провязываю 1 2 и 3 столбик с одним накидом вершину 6 и 7 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному полустолбику с одним накидом с общей вершиной 2 воздушных петельки в третью петельку подъема вот в основании вот этой петельки провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 все связали мы с вами 4 столбика с одним накидом ты у нас 6 ряд по счету приступаем к вязанию 7 ряда набираю цепочку из 3 воздушных петель 1 2 3 разворачивайся не на другую сторону и вершину получается 1 2 3 3 столбика с одним накидом привязываю веерочек из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 3 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю еще два столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки вершину вот в первую петельку провязываем 1 полустолбик с одним накидом следующую петельку это у нас совершенно получается раз два три третьего столбика провязываю 1 полустолбик с одним накидом 3 петельки на крючке соединяем вместе связ связали два столбика с одним накидом с общей вершины следующую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом следующую вершину столбиком провязываем 1 полустолбик с одним накидом и вот в эту петельку вместо соединения двух столбиков с общей вершины провязали еще один столбик с одним накидом 3 петельки на крючке соединяю их при помощи рабочей нити в одну две воздушных петельки вершину 2 столбика с одним накидом провязываем веерок состоящий из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 2 столбика провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 1 воздушная петелька вершину 2 столбика либо это у нас будет по счету 5 провязываем 2 столбика с одним накидом 1 и 2 1 воздушная петелька и в эту же вершину 5 столбика провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки в первую петельку вместо соединения двух столбиков провязываем 1 полустолбик с одним накидом в следующую вершину столбика провязываем 2 полустолбик с одним накидом 3 петельки на крючке соединяем вместе вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом следующую петельку вершину провязываем 1 полустолбик с одним накидом и вместо соединения столбиков провязываем 1 полустолбик с одним накидом 3 петельки на крючке соединяю их вместе при помощи рабочей нити 2 воздушных петельки вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязывая веерок состоящий из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину 2 столбика провязываю еще два столбика с одним накидом 3 и 4 в третью петельку подъема провязываю еще один столбик с одним накидом все довязали с вами 7 ряд узора приступаем к вязанию 8 ряда 3 петельки подъема 1 2 3 разворачиваться не на другую сторону и в арочку веер вершину веерочка провязываем веерок из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину веерочка там где у нас была связана 1 воздушная петелька провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки центральный столбик провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки вершину 1 верочка провязываем в арочку цепочки из 1 воздушной петельки 2 столбика с 1 накидом 1 2 1 воздушная петелька и в эту же вершину верочка провязываю еще два столбика с одним накидом 3 и 4 провязали 1 воздушная петелька следующую вершину веерочка там где у нас была связана 1 воздушная петелька провязываем 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петелька в эту же вершину веерочка провязываем 2 столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом центральную центральный столбик вершину провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушных петельки вершину вероечка там где у нас было связано 1 воздушная петелька провязываем веерок состоящий из двух столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину провязываю 3 и 4 столбик с одним накидом 3 петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом все довязали с вами до конца 8 ряд и приступаем с вами к вязанию заключительного ряда узора набираем цепочку из 3 воздушных петелек 1 2 3 3 петельки подъема разворачиваю за не на другую сторону вершину столбика вот этого первого где у нас веерок с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом вершину 2 столбика провязываю второй столбик с одним накидом парочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 1 столбик с одним накидом с учетом 3 петель подъема связано 1 2 3 4 столбика с одним накидом 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда вяжем веерок провязываем первых два столбика с одним накидом 1 воздушная петелька и в эту же вершину столбика провязываем еще два столбика с одним накидом 3 и 4 2 воздушных петельки в арочку цепочки из одной воздушной петельки вот где у нас веерок провязываю первый столбик с одним накидом вершину каждого столбика 1 2 провязываем по одному столбику с одним накидом так у нас получилось 1 2 3 3 столбика в арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 4 столбик с одним накидом вершина первого столбика провязываем 5 вершину 2 провязываем 6 столбик с одним накидом в арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываем 7 столбик с одним накидом всего связали 7 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываем веерочек верок у нас состоит из двух столбиков с одним накидом в общую то есть они связаны с общим основанием 1 воздушная петелька и в эту же вершину столбика провязан 3 и четвертый столбик все четыре столбика связаны с общим основанием 2 воздушных петельки варечку цепочки из одной воздушной петельки в вершину верочка провязываем первый столбик с одним накидом далее по счету это у нас будет 3 вершину 3 провязываем второй столбик с одним накидом и вершину 4 столбика провязываем 3 столбик с одним накидом а в третью петельку подъема провязываем четвертый столбик с одним накидом все связали мы с вами 9 рядов узора таким образом смотрится узор далее вы продолжаете вязать раппорт раб высота раппорта у нас 8 рядов и повторяйте узор со 2 ряда по 9 начало вязания 2 ряда перематывайте видео на начало вязание 2 ряда и вяжите по видео уроку до конца 9 ряда включительно со 2 по 9 ряд мы повторяем узор в высоту здесь у нас получается мы связали два полных раппорта у нас и такие лепесточки пальто которую видите на фото связано снизу вверх и вот таким образом будут располагаться вот эти листочки листики узора и также можно связать пальто сверху вниз регланом сверху вниз и здесь вот уже будет листочки располагаться и смотреть вниз тоже в принципе неплохо смотрится то есть узор можно вязать и снизу вверх и вниз так выглядит узор с одной стороны и с другой стороны давайте с вами сделаем замеры вязаного образца я набирала цепочку из 33 воздушных петелек ширина образца девять с половиной сантиметров то есть 95 миллиметров высоту мы с вами связали 9 рядов это один раппорт высоту шесть с половиной сантиметров то есть высота раппорта из 9 рядов шесть с половиной сантиметров пряжа у меня для вязания какой-то самый популярный распространенная пряжа среди рукодельниц я очень часто из нее вижу ему недавно с вами вязали жакет незабудка если у вас еще нет такого летнего жакета то присоединяйтесь к вязанию все девять частей мастер-класса я подготовила и они есть на канале присмотритесь к этому узору я думаю он вам понравился возьмите себе его в копилочку сохраните в плейлисте и можно им связать не только пальто жакеты кардиганы а также он будет неплохо смотреться и связать палантины снуды лифт платья топ и маечки кофточки и его можно вязать также из пряжи демисезонного варианта это шерсть с акрилом акрил микрофибра микрофибра акрил хлопок обычный и хлопчат и мерсеризованный в данном случае у меня пряжа мир все прошедшие мерсеризацию и вот смотрите у него какой имеется такой характерный блеск и узор смотрится просто на мой взгляд очень привлекательно вяжется несложно и я думаю по моему видео уроку вы можете с легкостью связать себе вот это пальто пальто тоже вяжется несложно она связана прямым полотном и просто рукава которые пришиваются к телу основного полотна и получаются у вас приспущенный рукав а как оформить вырез горловины вы можете посмотреть на примере как я показывала когда мы вязали жакет незабудка можете воспользоваться мне мастер-классом и оформить и связать вырез горловины надеюсь вам видео урок был понятен все я постараюсь подробно рассказать и показать спасибо за просмотр моего видео я с вами не прощаюсь жду вас завтра у себя в гостях на моем канале с вами была елена всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр моего видео спасибо за просмотр моего видео и